дорогие друзья я думаю что минутку уже проскочили можем начинать надеюсь вот Андрей Юрьевич Санников поговорил снова о поэзии а я поговорю сегодня о том что ближе мне то есть о прозе и во многом буду касаться конечно каких-то нюансов может быть и наиболее любимого мной жанра это фантастика и прежде всего фантастика научная но сегодня у нас вопрос конечно более такой общий у нас разговор пойдет о крупной форме о специфике этого жанра и о том как сделать построить написать роман то есть произведение крупной литературной формы конечно любой человек особенно юный молодой пытающийся попробовать себя в литературном творчестве задается вопросом с чего же начать с какой формы с какого жанра а у нас существует малая форма это рассказ и отдельная разновидность рассказа новелла хотя это очень близкие понятия отличающиеся нюансами это малая форма то есть это произведение относительно небольшое по объем и крупная форма это повести и романы разница между ними тем не менее есть значит я думаю что любой человек скажет рассказ это вот какой-то небольшой текст роман и повесть это что-то большое это целая книжка чтобы из рассказов получилась книжка нужно собрать сборник рассказов но чем же отличается по сути рассказ от романа или от повести значит прежде всего надо сказать что рассказ в отличие от повести и романа эта концентрация повествование сюжета на каком-то отдельном единичном события а в повести и романе таких событий всегда бывает очень много рассказ более сжатая форма там больше концентрация авторской мысли каких-то сюжетных перипетий на единицу текста ну чтобы это разумеется был рассказ не скучный а в романе может действие растекаться на достаточно долгий период для начинающего автора я бы все-таки посоветовал пробовать себя в литературе именно с рассказов потому что чтобы осилить роман потребуется ну больше как литературного так и жизненного опыта поэтому конечно конечно же лучше попробовать себя соблюдать пробовать и соблюдать сначала какие-то правила для рассказов отработать а потом уже начинать выстраивать романы чем роман отличается от повесть повесть как правило достаточно хронологично то есть там действия выстраивается в естественной последовательности что-то с героем начинает происходить потом это действие развивается и чем-то заканчивается в романе может быть несколько ветвей повествования может быть достаточно большое количество относительно значимых главных героев это очень важно и хвататься на первых порах своего литературного творчества именно за роман или повесть я бы все-таки не рекомендовал потому что легко скатиться в недостаточность формирования сложных сюжетных линий и у вас тогда получится не интересное повествование получится много повторов много затянутости и в конце концов значит ваша вещь ваше творение будет неинтересно читать их дело в том что вообще у нас в нашей литературе в отечественной был такой период когда это где-то может быть начало 60-х годов прошлого века как-то наши издатели тогда ну была такая издательская система она была полностью государственным там определялось все планами которые составляли издательством не на один год вперед и как-то больше стали издавать вот если говорить допустим на той же фантастике больше сборники рассказ потом когда у нас началась перестройка когда у нас развалился советский союз когда у нас появилось очень много частных издательств как-то в силу вкусов этих частных издателей в основном издательская практика скатилась больше к изданию романов и авторы рассказов оказывались в таком не очень хорошем положении потому что автор романа если издательство роман принимала сразу же попадал на книжный прилавок а авторы рассказов в лучшем случае могли публиковаться где-то в журналах и для начинающего автора центральное издательство вот в 90 и начало двухтысячных годов часто ситуация совсем другая мы говорили на первом нашем вебинаре на первой лекции какова сегодня ситуация и где удобнее сегодня пытаться начинающим автору издаваться сегодня в этом смысле несколько лучше можно и с рассказами начинать на различных интернет-платформах а вот еще лет 15 назад автору новичку с рассказами не было шансов издать свой сборник в каком-то крупном издательстве а роман шансы были и так продолжалось довольно долго буквально с начала 90-х годов прошлого века и поэтому очень многие начинающие авторы в силу таких соображений выгоды стали хвататься именно за написание романов роман у тебя могут взять в издательстве а сборник рассказов если ты себе не заработал имя если ты не крупный автор то не возьмут и в результате очень часто у начинающих авторов романы просто напросто не получались потому что роман в какой-то степени по построению композиции по объему информации по сложности сюжетной линии по набору и проработки образов героев получается конструкции намного более сложной чем рассказ значит ли это что рассказ записать проще кстати совсем нет очень часто это связано с особенностями конкретной творческой личности потому что мы допустим знаем авторов которые прославились в основном как авторы рассказов ну классический пример это конечно же антон павел чехов сразу приходит приходит нам на ум михал михалыч зощенко константин георгиевич паустовский если говорить о наших авторах не фантастах романов у этих людей практически нет почему так бывает а так действительно бывает потому что есть многие прекрасные авторы которые были авторами рассказов но романы у них не получались рассказы были великолепны рассказ по сравнению с романом тоже как посмотреть может быть в чем-то и сложнее написать потому что нужно мысль выразить ярко и коротко и на относительно небольшом объеме текста сделать интересный сюжетный поворот в романе у тебя есть как бы больше времени чтобы повествовать о чем-то говорить делать какие-то отступления а в рассказе это не пройдет и поэтому очень часто не все авторы хорошие романисты были хорошими рассказистами назовем их так и наоборот вот например прекрасный американский фантаст роберт шекли которого мне посчастливилось еще в 2003 году привозить к нам на фестивале аэлита был великолепным автором рассказов а вот романы у него довольно скучные если говорить о тех крупных произведениях которые не были созданы с другой стороны в литературе всегда были авторы которые одинаково успешно работали и в той и в другой форме мы сможем таких людей назвать я думаю достаточно легко например наш великий лев николаевич толстой одинаково хорошо работал и в огромной форме но возьмите ту же войну и мир и в то же время у алексей николаевича были прекраснейшие рассказы то же самое ну я считаю наверное можно сюда отнести и иван сергеевича тургенева у которого и романы соответственно высокого качества и прекрасные рассказы из западных авторов я бы назвал например джона галсуорси это автор и крупной формы и рассказов совершенно замечательных из фантастов можно назвать из более ранних герберта уэллса из более современных западных фантастов можно назвать кроме роберта шекли таких писателей как генри катнер альфред бестер это были великолепные шикарные совершенно рассказисты так что вот резюмируя вот этот нюанс с чего все-таки начать мой однозначный совет молодым автором ребята попробуйте себя в рассказах я думаю что гораздо больше шансов начиная от рассказов выйти на качественный роман потому что фактически рассказ это во многом некий элемент кирпичик из которого может быть сложен роман из нескольких рассказов объединенных какой-то общей идеей и выстроенных в должной композиции а вот короче с романов начали удачно как правило редко получается что первый опыт именно роман и происходит удачно как правило начинающие авторы романов склонны к излишней многословности повтору банальных истин одного и того же в тексте очень долгим описанием каким-то я вот откровенно скажу не так давно у меня на рецензии был роман молодого автора там у него есть очень интересные скажем жизненные наблюдения какие-то все но видно что у человека нет опыта я задал вопрос и и угадал что первое произведение которое человек начал писать это как раз вот у него получился и роман то есть молодого человека уже был накоплен какой-то как он считал достаточно а он в некоторых вопросах действительно достаточный багаж знаний в некоторых областях а в некоторых нет поскольку он в романе замахнулся на весьма глобальное такое описание и глобальный сюжет очень хорошо были видны моменты где у автора общих знаний не хватает и он их начинает подменять собственными рассуждениями которые ну порой выглядят для человека имеющего знания в этой области достаточно ну скажем так дилетантскими непрофессиональными а это уже плохо потому что успеха такой текст массового читателя иметь конечно не может вот исторический роман как крупная форма зародился вообще очень давно в средние века еще и у именно романских народов поэтому и название такое утвердилась как роман значит это фактически какое-то сказание на народном языке роман крупная форма в которой как я уже говорил должны быть показаны многие аспекты жизни человека и общества неважно фантастический это роман или обычно прозаический должны быть рассмотрены глубинные процессы происходящие в душ в душах героев или одного героя в обществе в том что происходит вокруг главных персонажей и самое главное что здесь может быть многоплановая точка зрения многоплановый такой вектор повествования у романа могут быть немало разных частей может быть повествование от разных героев в разных частях в разных главах романа это в зависимости как автор выстроит композицию конечно вне почему я все время говорю о определенном опыте написание рассказа в какой-то степени это бег на короткую дистанцию спринтерский бег написание романа или повести это бег на длинную дистанцию то есть стаер романист это бегом марафонец который должен пробежать длинную дистанцию сохранить силы и возможность двигаться все время вперед а не тормозить при написании а точнее чтобы читатель не уставал от чтения того что создает автор как правило сюжет в романе концентрируется не только на одном герое как правило если это один герой и линейное хронологическое повествование это у нас повесть в этом плане даже не объем главное очень часто многие современные так называемые романы они фактически являются повестями потому что описывают одного героя в линейном течение времени признаков романа как такового нет к сожалению у нас очень часто и даже в современном литературоведении определяется ну каким-то объемом там значит вот приблизительно там если это до 500 тысяч знаков до 400 это может быть крупная повесть а вот если там 600 700 тысяч знаков с пробелами всегда считается заметьте объем текста считается знаков с пробелами или в авторских листах я не знаю вряд ли об этом говорил андрей юрич запомните тоже это человеку который хочет заниматься литературным творчеством и быть где-то теме литературной нужно помнить о таком термине как авторский лист это 40 тысяч знаков с пробелами текста это такой во многом редакторской типографский термин принято так определять и вот считалось одно время у нас в нашей издательской так сказать сфере считалось что ну вот где-то пятнадцать тысяч знаков пятнадцать авторских листов извините то есть 600 тысяч знаков 15 умножаем на 40 получается 600 это уже романы а если меньше то это повесть это неправильный подход роман может быть иной раз и допустим там 8 10 авторских листов если там достаточно сложная выстроена сюжетная линия есть показаны разные герои и глубоко проработаны эти вот самые герои как персонажи с их показан внутреннего мира поэтому берясь на раннем этапе вашей творческой жизни за создание литературных произведений если уж так хочется все-таки начать с романа то надо понимать что тема должна быть продумано глубоко сюжет должен быть многосторонним глубокий содержать достаточное количество героев эти герои должны между собой достаточно сложным образом взаимодействовать в романе как правило желательно если роман вы хотите ну собственно говоря если у вас получится хорошая поиск это тоже замечательно будет вот но обязательно значит если мы говорим роман значит несколько каких-то разноплановых сюжетных линий или ракурсов подачи сюжета допустим от одного героя от другого героя от третьего героя очень важен такой момент как композиция литературного произведения это понятие конечно относится и к рассказу но то есть структура самого произведения и те элементы которые эту структуру составляют и художественные приемы которыми пользуется автор основные типы композиции какие могут быть последовательная линейная как еще называют прямая композиция это вот то что я сказал больше характерно для повестей то есть мы начинаем повествование допустим герой значит какой-нибудь михаил повествование начинается с некой точки его жизни и развивается конкретно следующий день там второй месяц и так далее вот эта линейная композиция последовательная значит композиция может быть кольцевой когда допустим часто вы наверное сталкивались может быть некоторых детективных романов когда значит конкретно описывается что-то произошедшее а потом начинает раскручиваться сюжет который предшествовал этому случаю этому значит там преступлению допустим какому-то что происходило до этого и что же привело героя кольцевая композиция может быть весьма интересный вот на мой взгляд такой способ композиционный это рассказ в рассказе тоже наверняка те кто много читал разноплановых произведений литературных конечно с этим сталкивается это когда кто-то встречается один герой встречает другого а тот начинает рассказывать историю свою жизнь характерные например такой рассказ в рассказе это произведение михаила юрьевича рассказы в рассказе это произведение михаила юрьевича лермонтова герой нашего времени бывает композиция которую можно назвать зеркальной в которую события в начале то есть в завязке произведения и события в развязке в кульминации они совпадают по смыслу и действия яркий пример такого романа это роман льва николаевича толстого анна каренина может быть ретроспективная композиция когда идет воспоминание о том что происходило до событий настоящего времени в какой-то степени она перекликается с кольцевой композиции бывает некая композиция которая построена на умолчании как правило скрывается какой-то факт приведший к имеющемуся и имеющиеся сцене сюжете который начинается который начинает исследоваться раскрываться героями как правило это тоже характерно для детективных произведений вот ну бывает пример композиционного такого разрыва когда события скажем это такой саспенс как принято говорить если использовать терминологию западную когда на интересном месте что-то обрывается начинается другое че другая часть произведения и дальше потом может быть возвращается к этому разрыва где произошел произошло прекращение интересного повествования и какое-то дается этому объяснение или дальше развитие значит очень важный момент в композиции написание это прежде всего относится вот то что я говорю к романам это может присутствовать и в рассказах но конечно намного ужатой более такой сжатой компактной форме а в романе это должно быть у автора смотря от того какую форму какую композицию он использует это должно быть масштабно развита и именно поэтому я все время говорю подумайте 10 раз способны ли вы выдержать такой вот бег на длинную дистанцию со сложными поворотами перипетиями чтобы создать красивую многоплановую сложную и увлекательную композицию для читателя вот это очень очень важный момент значит если говорить о видах романов то конечно здесь масса в рассказах может быть это в меньшей степени рассказом свойственно потому что как я уже говорил рассказ сконцентрируется на каком-то конкретном небольшом событии хотя тоже может быть и отнесено и к рассказам то о том сейчас то о чем я сейчас скажу вот какие бывают романы на какую тематику это может быть прежде всего что приходит на исторический роман это описание каких-то знаковых исторических событий в художественной форме и авторская трактовка многих вещей иногда так называемые исторические романы могут быть не очень точными иногда достаточно точными например как у того же алексея николаевича толстого даже война и мир там достаточно четко воспроизведена хронология всех действий но естественно использованы может быть не всегда реальные герои это нормально а вот тот же роман александра дюма три мушкетера и серия этих романов они уже во многом основаны на историческом каком-то вымысле там не все события четко совпадают но любимый мой жанр это фантастические конечно это фантастика там действие происходит в фантастических мирах или в будущем или описывается какое-то фантастическое событие может быть происходящее в настоящем хотел бы сказать что вот если говорить об историческом романе то нужно либо соблюсти при хорошем художественном уровне текста историческую достоверность и последовательность точность фактологии какой-то которую вы будете использовать а если уж отклоняться от этой фактологии то нужно выстроить очень уж увлекательный и трогающий широкие массы читателей сюжет как например в том же в тех же трех мушкетеров там действительно увлекает сюжет увлекают герои яркие очень такие запоминающиеся и ты уже читаешь и не очень обращаешь внимание на то что насколько это точно все происходит по исторической хронологии в фантастике в какой-то степени схожа очень интересен сюжет должен быть очень нужно постараться автору чтобы написать убедительно фантастический мир потому что вы знаете вот может быть со мной не согласятся такие чистые прозаики писатели но я бы сказал что в известной степени писать фантастический роман качестве чтобы и литература была хороша там литературная часть и сюжетная идея и обоснована всех сюжетных построений фантастический роман сделать в частной степени сложнее чем обычную прозу в обычной прозе если автору достаточно какой-то наблюдательности знания современности умение делать какие-то выводы построить увлекательную сюжетную линию но это увлекательная сюжетная линия все равно отталкивается всегда от абсолютно нашего реального мира создавая фантастический роман нужно это сделать все убедительно и при этом сделать так чтобы в этот фантастический твой мир настолько убедительно сделать чтобы читатель поверил причем иногда вот приходится с начинающими авторами ну не то что спорить но подсказывать когда говорят что ну как но это же фантастика ну что вы требуете там какой тут реализм может быть нет чтобы убедить что этот вот фантастический мир который ты выстраиваешь был реалистичным выглядел нужно знать очень много и может быть даже больше чем для написания обычного прозаического романа для обычного прозаического романа достаточно знать нюансов но они нюансы повседневной жизни а тут нужно знать еще и нюансы какие-то если это научно-фантастический роман то разбираться хорошо в науке и технике в каких-то достижениях науки и техники если мы говорим о фэнтези которая может быть в какой-то степени писать где-то проще чем научную фантастику ну меньше надо знать скажем познание иметь в естественных науках но тем не менее нужно иметь очень много и конкретных познаний в плане технологии какого-то старинного оружия каких-то преданий если автор выстраивает скажем сюжет своего фантастического романа допустим там на каких-то легендах о тех же там эльфах или троллях нужно не просто написать что-то от роли там мультфильмов насмотрелся и сел писать фэнтезийный роман нет надо знать реальные какие-то предания потому что часто это уходит все корнями в народный фольклор есть какие-то определенные тоже каноны у этих фэнтезийных существ как они могут себя вести как не могут вести да ну хотя бы такой вот простой момент иногда читаешь там идет герой странствующий значит по дороге а у него за спиной висит двуручный меч некоторые авторы очень любят так написать именно двуручный меч ну как мощное такое оружие большое а там значит встречается какая-то опасность нападают враги и герои одним движением выхватывают из-за спины двуручный меч вы сами подумайте там либо крепление должно быть специальное какое-то которое позволяет не знаю как движением расстегивать его но тогда как этот меч не сваливается постоянного героя если он так легко расстегивается потому что двуручный меч по длине вы изложен вот так вот одним движением вы просто никак не выдвинете не вытащите а вот часто допускают такие ошибки и уже в такое не веришь вот но если говорить уже снова о более-менее такой стандартной обычной прозе какой вид еще может быть романов психологически это когда исследуются особенности человеческой натуры какие-то переживания и чтобы это не было скучно взаимодействие с другими людьми героев какие-то события которые влияют на изменение личности героя очень серьезно чтобы это глубокие процессы на самом деле которые всегда волнуют читателя читателю это интересно но чтобы это действительно было интересно читать это нужно построить так чтобы это было увлекательно написано в какой-то увлекательный сюжет обязательно должен быть то есть должна быть какая-то канва должен быть какой-то скелет какая-то ось на которую вот эти психологические нюансы происходящие с героями метание его души переживания страдания рассуждения осознания чего-то они должны укладываться вот на эту интересную сюжетную линию а быть не просто разглагольствованиями автора о чем если это будет вот последнее то читать будет неинтересно читатель такой текст отложен значит роман может быть философские ну какие-то там берется философская какая-то концепция и на ее базе строится сюжет но для того чтобы писать такие романы наверное нужно все-таки достаточно уже большой и литературный и жизненный опыт роман может быть социальный что это такое это берется какой-то аспект развития общества каких-то проблем социальных происходящих в обществе и на этом строится сюжет бывает бытовой роман кстати очень популярная область такой читатель массовый очень любит такие романы например значит можно привести вот ну сейчас я не знаю может быть уже подзабыли такого автора был какое-то время назад очень популярен американский писатель артур хейли у которого был целый такой цикл романов у него назывался роман отель аэропорт значит окончательный диагноз колеса отель все сказано все сказано названием ну колеса может быть не вполне понятно но это вот значит действие происходит на в детройте производство автомобиля и вокруг этого там какие-то кипят страсти личные отель действие происходит в отеле аэропорт в аэропорту проблема аэропорта кстати я с большим окончательный диагноз в больнице происходит действие но сейчас вот идут сам сериалы у нас стали до скорая помощь там на жизни врачей некоторые моменты ну там показаны четко некоторые не очень у хейли это было все сделано надо сказать очень четко самые разные аспекты происходящие в жизни допустим крупного большого отеля у него были отражены то же самое насчет аэропорта как я читал что писатель очень часто для того чтобы достоверно описать это все устраивался на работу в подобные места если он писал значит а гостинице то устраивался на работу в гостинице чтобы наблюдать процессы происходящие в этой организации изнутри и достоверно четко их описать вот это стремление всегда у авторов описать все достоверно и четко она по всегда вызывает уважение если автор обладает достаточно литературным талантом чтобы описывать все хорошо увлекательно то обязательно такие произведения находят отклик у читателя артур хейли я помню в 90-е годы был вообще но прошлого века был очень популярен у нас в стране ну я не знаю может быть даже более популярен чем у себя на родине затем какие могут быть романы ну приключенческие авантюрные в какой-то степени значит приключенческий авантюрный роман это что это какие-то поиски например остров сокровищ кто читал стивенсона вот типичный приключенческий авантюрный роман также романы например известного американского писателя фенимора купера там значит зверобой последний из магикан и многие другие это типичные примеры вот такого приключенческого авантюрного жанра утопические романы это близко тема к фантастике как правило это описано исторически наверное может быть вы слышали на уроках наверное может быть на уроках истории и возможно на уроках литературы вам говорили об этом что утопические романы имеют очень давнюю историю например там тамаза компанела город солнце значит утопия томас мор это буквально средневековые романы где описано утопия что такое сказочная страна в которой все здорово как правило романы с сильным социальным уклоном где описано общество идеальное с точки зрения автора и того времени когда творит автор понятно что допустим для своего времени кто-то значит утопии более того утопии были и в античные времена в греции время писались утопии и конечно идеальное общество там описывалась на основе тех понятий того социального уклада который существовал во времена автор в этом смысле братья стругацкие в одной своей книжке такой очень хорошей книжки понедельник начинается в субботу кто мечтал рекомендую почитать весьма весело и забавно значит там описан научно-исследовательский институт чара действа и волшебства ничего он называется сокращенно там был эпизод который мне очень нравится описано путешествие в описанное будущее там делают в этом институте такую машину и герой отправляется по описанным миром путешествовать и там значит описано встречают двух людей которые описаны из античной утопии они стоят разговаривают и один рассказывают другому что он является гражданином замечательной страны где все свободны от забот и даже самый последний землепашец имеет не менее двух рабов соответственно своему времени то есть счастливое государство где у каждого даже самого самого последнего члена общества есть не менее двух рабов вот кто так понимал утопию есть обратная антиутопия когда описывается что-то ужасное вот общество подошло к кому-то и выродилась какую-то ужасную допустим такую систему характерный пример антиутопии достаточно известная вещь джорджа оруэлла так слушайте по-моему джорджу честно говоря забыл 1984 написано по моему 49 1949 году общество абсолютно тоталитарная никаких свобод ничего большой брат за всеми следит вот такая антиутопия но бывают еще романы совершенно масштабные это также упомянутый уже лев николаевич толстой с его войной и миром это вот роман эпопея где отписано огромное количество героев огромный временной промежуток и очень масштабная сцена действия где все происходит вот чтобы браться за роман нужно понимать что ты хочешь написать если у тебя для этого какой-то потенциал чтобы это сделать кстати еще очень интересный как-то вот его мало кто вспоминает и упоминает тип романов это роман в новеллах вот мне лично очень нравится такой вид романов когда-то давным-давно в детстве я с раннего детства читал фантастику и мне попалась еще во втором классе книга братьев стругацких возвращение полден 22 века вот это как раз типичный роман написанной в новеллах поверьте это очень увлекательный жанр не знаю может быть это вот мое личное такое восприятие но на меня тогда эта книжка вот в детстве произвела огромное впечатление мне самому хотелось очень написать такой роман и я его когда-то написал роман и мне кажется что вот для начинающего автора роман в новеллах был бы очень интересен как проба пера почему потому что здесь достаточно придумать какой-то более менее интересный мир достаточно это далеко не просто но если вот есть какая-то общая идея этого мира то уже да уже нормально для того чтобы начать и вы начинаете какие-то отдельные рассказики формировать в рамках этого мира каких-то подбираете героев всегда это можно что-то знаете как из конструктора переставить местами или тасовать что-то подправить это гораздо легче то есть у вас получается структура такой конструктор из кубиков для романа и это гораздо проще чем когда вы выстраиваете несколько развивающихся линий если что-то вам приходится там менять то зачастую приходится намного больше чего-то переписывать и учитывать намного больше каких-то нюансов точной логики последовательности событий роман в новеллах позволяет молодому автору ну дает ему большую такую на мой взгляд степень свободы конечно может быть тут есть и свои тоже сложности как всегда надо этот набор рассказов четко укладывать в какой-то мир который вы взяли себе за основу но тем не менее всегда можно этот мир разными рассказами как бы развивать а если вы пишете роман в едином таком поле повествования то здесь уже немножечко сложнее и на мой взгляд потребуется ну где-то даже может быть не то что мы больше опыта конечно но будет сложнее правкой заниматься а правкой заниматься всегда придется вот всегда придется я бы еще что хотел значит порекомендовать значит есть определенное количество литературы для начинающих авторов которая как бы подсказывает их там как что-то написать как и все сделать я к этому отношусь очень скептически потому что очень часто ну как не то что совсем уж скептически но когда вы читаете такие книги будьте аккуратны как правило автор рассказывает в первую очередь о своем личном опыте и о своих переживаниях слушать опыт людей уже прошу прощения за тавтологию опытных конечно нужно но нужно всегда помнить что это их опыт из него можно для вас что-то для себя взять но не всегда это линейно можно использовать потому что во первых мы все находимся в разных условиях жизненных и то что было удобно и полезно для одного человека не всегда будет выполнимо для другого поэтому когда читаете подобные книги всегда относитесь к ним критически но тем не менее начинающим автором я бы порекомендовал например вот две книжки я не знаю переводилась она нет на русский язык значит есть такое американский редактор ной люкман первые пять страниц называется книжка ну кто дай бог читает по-английски то наверное найдете ее может быть в сети вот я не знаю переводилась она или нет мне ее присылал знакомый мой из америки книжка очень интересная она будет и как полезно вот в рамках нашей первой лекции которая была у нас в четверг так и вообще почитать о том как там очень много он редактор и он очень много рассуждает о том как правильно подавать свои рукописи издателю сегодня значение издателя как тоже мы наговорили в прошлый раз стало намного меньше таким влиятельным но тем не менее это полезно и еще книга марты олдерсон она по-моему точно переводилась на русский язык создавая бестселлер там имеются советы очень такие практичные советы авторам которые пытаются именно писать романы и увязка этих попыток с анализом потребности того а что же хочет читатель то есть что же хочет издать на читательский рынок а это к сожалению в нашем современном так сказать состоянии общества это очень важный момент для того чтобы завоевать какое-то читательское признание ну и конечно же у нас еще время немножко остается вот то что я вам наговорил надеюсь ну вы сможете это потом и в записи еще посмотреть потому что вряд ли все так сразу отложится очень много их нужно сказать вот за этот час может быть даже несколько лекций надо было бы читать очень важный момент для того чтобы начать создавать любое произведение а роман особенно это конечно идея главное вот это очень важный момент потому что если и для рассказа идея важна но есть ли для рассказа это все-таки что-то относительно небольшое событийное конкретное какое-то событие произошло рассказ можно подсмотреть в жизни и сделать калькус какого-то жизненного эпизода а с романом так не получится с романом нужно еще на этом отдельном это может служить только завязкой романа какой-то эпизод а потом вам нужно на этом из этого кирпичика к нему прикладывать еще и еще еще строить большое знание здание романа и поэтому значит вот о чем писать то есть идея что вы хотите донести до читателя что у читателя останется в голове в душе после прочтение прочтение того что вы напишите то есть зачем вы пишете книгу что вы хотите этой книгой сказать и какой общий какой-то в целом вывод и ток хотите вы внушить читателю потому что если рассказ действует непосредственно описанным события это такая вспышка которая высвечивает для читателя ну какую-то относительно небольшую сцену действия то роман должен в итоге не на каждой странице говорить о том что вот здесь такая идея я хочу читателю внушить вот это роман роман всей своей конструкции после того как он прочитан должен сформировать у читателя внутри некое отношение к рассматриваемому вопросу рассматриваемой проблеме или проблемам к ситуации который автор рассказывает о большой комплексной ситуации в зависимости от того какого типа это роман он исторический фантастический утопический и так далее вот ну конечно тут можно говорить очень много еще хотелось бы сказать вот о чем когда вы создаете любое произведение не обязательно делать точный план потому что если это хорошая идея у вас хорошо будет развиваться сюжет он живет своей жизнью и очень часто от плана придется отказываться у меня вот сколько раз не получалось допустим я в основном писал без плана какой-то вот от начальной точки отталкиваясь но один раз у меня было такое я вторую часть романа писал по плану я расписал весь план с первой до последней главы второй части а потом все равно уехало все в сторону потому что сюжет зажил своей жизнью иногда молодых авторов это пугает а в свое время мне посчастливилось мне попался ну лучше бы он попался еще раньше мне ну сравнительно давно но я уже был достаточно взрослым человеком такой прекрасный редактор работавший в журнале уральский следопыт Виталий Иванович Бугров он мне когда-то сказал если ты чувствуешь что роман у тебя сюжет тянет тебя вот в эту сторону а ты планировал пойти сюда иди туда куда тянет сюжет значит у тебя все хорошо получается сюжет стал самостоятельным зажил в собственной жизни настолько что он тебе уже как автор указывает это очень важный момент пугаться этого не надо это как раз классно если это сложилось у вас вот то есть ну прежде всего нужно подумать о чем вы будете писать и как вы будете писать то есть общая идея и ту форму о которой мы сегодня успели поговорить в которую вы будете облекать свою идею свой сюжет и представлять его читателям и помнить о том что всегда все должно быть интересно значит обязательно в романе должен быть герой какой-то у него должен быть и как правило называют героя протагонистом у него должен быть антагонист или какая-то антитеза героев противник это не обязательно может быть другой человек это могут быть обстоятельства это может быть ситуация это может быть социальная среда это может быть государство допустим какие-то общество в целом какие-то механические там вещи фантастики как правило там война машин или что-то такое вот и и автор романа как правило подробно исследует все взаимодействия главного героя или протагониста с тем что ему мешает выполнить какую-то задачу или какую-то цель необходимо конечно создавать определенную драматургию то есть должны быть переживания должны быть страсти какие-то это могут быть страсти скажем так любовные это могут быть страсти политические это могут быть страсти криминальные какие-то или другие какие-то социальные вопросы которые вызывают напряженность в сюжете конечно об этом говорить очень нужно много я надеюсь что вы повторно послушаете это все чтобы лучше запись чтобы лучше отложилось и будете следовать каким-то таким вещам то есть вот драматизм он тесно связан с конфликтом потому что в интересном сюжете должен быть какой-то конфликт какое-то столкновение интересов и на этом еще дополнительно добавляется и драматизм и сюжетные какие-то коллизии линии развития сюжета это все вот нужно обязательно учитывать и то что я сказал о том что план нужен или не нужен но это каждый решает для себя на начальном этапе когда вы только готовитесь к тому чтобы начать писать что-то я бы даже посоветовал всегда делать какой-то план приблизительную схему того о чем вы будете писать записать идею записать как вы планируете представлять героя даже может быть где-то для себя описать своего героя в такой вот подготовке в черновичках к своему произведению может быть это иногда нужно делать даже и к рассказу часто бывает что рассказ как стихотворение и создался и написался вот так вот на одном дыхании с романом не получится на одном дыхании никогда это большая тяжелая работа рассказ это более вспышка более творческое озарение какое-то но даже для рассказа если вы пишете его не на вспышке не на озарении а на глубоком таком продумывании может быть увидели какую-то сцену в жизни и вам захотелось ее развить и представить в виде рассказа чтобы это имело и какой-то моральный еще допустим там аспект вывод какой-то несло в себе для читателя может быть стоит накидать такой небольшой вот план и схему с указанием кто у вас вот герой это часто не нужно допустим описывать кто конкретный герой вы для себя должны написать что вот у меня герой будет человек который допустим работает ну я там не знаю где-то в научно-исследовательском бюро или в юридической конторе допустим он адвокат и занимается каким-то или помощник адвоката занимается чем-то или это школьник который столкнулся с какой-то интересной ситуацией это может быть жизненная обычная ситуация проблема какая-то или ситуация фантастическая если вас тянет на написание фантастики если какие-то вот вопросы я говорю что возникают то пожалуйста контакты там везде где у нас выставлены объявления в вебинарах есть особенно по фантастике задавайте вопросы но и не только по фантастике Андрея Юрьевича можете задавать по поэзии а мне по фантастике и по прозе если вы хотите что-то написать следите за нашими объявлениями потому что у нас будут в перспективе разнообразные конкурсы ребята которые участвуют у нас активно будут участвовать в наших этих мероприятиях которые зарекомендуют себя с наилучшей стороны которые представят наилучшие тексты мы будем во первых каким-то образом поощрять и в виде благодарственных там писем грамот как это всегда делается ну и плюс для тех кто будет собираться поступать в соответствующие вузы мы всегда можем дать какое-то письмо характеристику которая значит поможет надеюсь таким творческим ребятам при поступлении будет дополнительным плюсом в их резюме вот надеюсь что я попытался конечно это все сделать достаточно компактно рассказать о романе как по виде литературного жанра какие есть проблемы у начинающих авторов если они берутся за написание романов и надеюсь что это оказалось вам полезным большое спасибо спасибо